Период для страны непростой, начиная от санкций и кончая частичной мобилизацией. Сегодня о том, как складывается работа в сфере бизнеса, мы поговорим с Сергеем Рощенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто эти люди, которых вы защищаете и от кого вы их защищаете? Добрый день, Арбина. Но предприниматели такой сорт людей, такой срез людей, которые... Их вообще по статистике от общего числа населения, люди, которые готовы заниматься бизнесом, рисковать, брать на себя ответственность, их не более 2%. Поэтому это люди, это срез общества такой, который берет на себя ответственность, который разделяет риски, которые склонны идти на риск. Которые по стереотипам, по характеру, это те люди, которые созидают, которые вносят вклад и, соответственно, их очень мало. Поэтому эти люди, этот срез общества, они достойны более уважения, более к себе внимания. Они, и даже визуально, они отличаются от обычных людей. Поэтому это сродни спортсменами. Это которые люди всегда идут вперед, создают, делают вклад, как создают ценности, как для себя, так и для общества вокруг. Ну и в целом на этих людях, где держится, в принципе, как и общество, фирма, общество или предприниматель, так и в целом и регион, страна и так далее. Я так понимаю, они смелые люди, обладающие знанием. Так от кого их надо защищать? Конечно. Ну вот у нас 10 лет назад указом президента страны был такой создан институт, как уполномоченный по защите прав предпринимателей. Вот этот институт, я был у его истоков, и этот институт, я был первым в Карачаево-Черкесии, вот в целом. А так на территории других стран, это уже 70-х годов, такой институт работает во время становления бизнеса, когда в мире, так сказать, бизнес брал свои истоки. Вот, и этот институт там был сформирован. Мы чуть-чуть с опозданием идем, но и в целом все же, вот, и занимаемся защитой бизнеса предпринимателей от, так сказать, от государства, от государственной машины, от государственных чиновников, от монополий. В общем, все, что связано с государством, все, что тормозит, все, что не дает, все, что не дает развиваться, так сказать, предпринимателю. Вот так. От этих людей мы защищаем. То есть человек должен быть, с одной стороны, это предприниматель, зарегистрированный действующий, который стоит на учете, на налоговом учете. С другой стороны, должна быть с участием государства инструмент такой. Вот. Между предпринимателями мы споры не решаем, только вот в этом направлении работаем. Если предварительно подвести итоги, чем этот год наиболее запомнился и что изменилось в работе уполномоченного по правам предпринимателей? Этот год, он запомнился, наверное, новыми вызовами, во-первых, и для бизнеса в том числе, то есть, ну, если для бизнеса, то и для нас. А так, в целом, если смотреть на последние два года, там, последние три года, вот, это, конечно же, вызовы. Вызовы это связаны и с мобилизацией, кстати, вот у нас в регионе, по данным, всего лишь единичные случаи, которые были связаны с призывом на военную службу предпринимателей. Вот, и их близкие обратились, помогли, или кризис, что международные компании ушли от нас, это пандемия, это вот последние три года, это вообще для бизнеса такие вот вещи, которые с ними происходили. Но бизнесмен, это такой, у него такой склад характера, что в спокойном состоянии работать скучно ему. И вот эти вызовы, они всегда человека стимулируют, во-первых, во-вторых, он набирается компетенции, знаний, в-третьих, он где-то работает в режиме ограниченных возможностей, это тоже дает, как бы, толчок. Как вы думаете, каких действий от вас ждут предприниматели? Вы же сами, по сути, в сфере бизнеса. Предприниматели от нашего института, от меня в целом, ждут защиты, естественно. Это здесь должно быть четкое понимание, что человек, который к нам обратился и который считает, что его права нарушены, он должен получить защиту стопроцентную. На то этот институт и создан, на то этот авторитет и вообще распространен, что человек должен полностью быть защищен. Если он считает, что его права нарушены, либо где-то он с точки зрения, ну, не доработал где-то, все равно мы остановимся на его защиту. Здесь, вот это первое, ну, это такая истина, которая должна, вот здесь авторитет только в этом направлении должен складываться и у самого и уполномоченного, и у бизнесмена, те, которые к нему обратились. Вот, поэтому двигаемся вот в этом направлении. Люди, которые к нам обращаются, сегодня много инструментов, по которым можно к нам обратиться. Это напрямую, это через электронную почту, это через МФЦ, сейчас вот инструмент прорабатывается, то есть не надо ездить, ходить куда-то даже. Есть такой даже инструмент, у нас есть горячая линия, по которой можно позвонить, мы выезжаем, то есть сами, сам я выезжаю, то есть предпринимателю, чтобы какие-то данные, какую-то информацию деловую собрать. Вот, вот, поэтому только так и вот в этом направлении двигаемся вперед. По какому вопросу больше всего поступает жалоб и обращение от предпринимателей? Динамика обращения у нас последние несколько лет и в целом, вот последние годы меняется. Если, ну, на ранней стадии у нас были обращения, где-то до 90% доходило у нас, это связаны с проверками, связаны с контроль надзором, вот, связаны с компетенцией проверок, ну и так далее. Где-то, вот, первые, там, 3-5 лет у нас это происходило. Вот, потом, сейчас, конечно, эта динамика меняется, вот, как и в целом по стране, то есть сегодня за последний год, вот у нас за 22-й год, участили случай этого уголовного преследования. То есть у нас есть предприниматели, которые находятся в СИЗО, вот, до этого у нас такого плана обращений, ну, не было. Если было, то единичные случаи, которые были, но все предприниматели, которые, ну, ранних, у нас сейчас два дела, вот, есть, они в работе, сейчас, еще пока рано об этом говорить, ну, вот. Но ранее у нас были тоже связаны с уголовным преследованием, они получили полную защиту, полностью от уголовного преследования не освобождены, и на сегодняшний момент успешно занимаются, как и даже не мелким бизнесом, а крупным бизнесом. Вот, в сфере госзакупок есть нарушения у нас, в сфере маркировки товара, то есть отслеживают товары, в сфере гражданско-правовых отношений есть у нас обращения, в сфере заключения договоров по газопотреблению, то есть есть у нас с монополистами много конфликтов бизнеса, то есть, ну, не много, но такие случаи есть. Практика показывает, что предприниматель не спешит ни туда, ни туда обращаться. И вот у нас практически, ну, 70% обращений, они обращаются же на последней стадии, когда они либо в суде уже, либо подверглись штрафу, либо когда они уже выхода не видят сами, пытаются на первой стадии сами решать, причем старыми методами, которые, ну, по сути, уже не работают, как бы вот, время ушло. Вот, и такая проблема есть, то есть это затрудняет, естественно, и накладывает на это более других усилий, более других компетенций. Что Вы считаете самым верным и главным индикатором состояния экономики нашего региона? Первый индикатор экономики нашего региона – это туризм, конечно же. Это где и государство, и частные предприниматели на сегодня вклад делают, ну, неимоверный просто. Если такими темпами будет продолжаться 10 лет, там Европа 30 лет строилась, там курорты их там и так далее. У нас буквально инвестиции там 10 лет назад начались, и мы уже там миллионы туристов привлекаем. Во-первых, он легко регулируемый этот бизнес, то есть здесь, вот. Второе, это, ну, из поколен веков даже еще предпринимателей не было, государство само занималось этой перспективой, это сельское хозяйство. Сергей Геннадьевич, как у Вас складываются отношения с руководством республиканской прокуратуры? В прокуратуре у нас создан общественный совет, который раз в квартал собирается, обозначает проблемы. Вот туда приходят как предприниматели, так и главы деловых сообществ у нас, где мы решаем совместно с прокуратурой те вопросы, которые даже еще, так сказать, не зашли в тупик, а которые только витают в деловой информации. Вот, и согласно этому, ну, принимаются соответствующие решения, на основе которых, ну, не допускаются какие-то уже более опасные, так сказать, вещи. Поэтому с прокуратурой отлично, как и в целом, вот с органами контроля, мы все на связи, все мы друг друга знаем. Скажите, пожалуйста, как складываются взаимоотношения с региональными законодателями? И какие вопросы выходили на первый план, и менялся ли этот фокус в течение года? Региональные законодательства, что отметить можно в целом по законотворчеству и по региональным нашим депутатам и законодателям, так сказать. Нас слышат, очень это хорошо, что нас слышат на комиссиях мы, на депутатских слушаниях мы. Вот, все, что касается бизнеса, все те вопросы, которые обсуждают законодатели, депутаты, они всегда приглашают. Вот, это очень хорошо. Вот, но по нашим инициативам, так сказать, незаконодательным, мы в такой планке не обладаем, вот, не всегда удается перебороть этот нюанс. Вот, проблемы существуют. Конечно, законодательство такой сложный момент, что предприниматель, он ощущает себя как? Что бы ни происходило, он хочет, чтобы в его пользу было. Законодатель – это только орган, который еще защищает интересы и государства в том числе. Поэтому, что хочет предприниматель? Конечно же, снижение налогов, конечно же, снижение ставок, конечно же, каких-то административных барьеров убрать, там, и так далее, и так далее. На другой стороне идет государство, которое защищает депутаты. Вот, если все снижать, то, естественно, ничего не получится, и казна будет пуста. Вот, поэтому здесь мы находим всегда баланс. Скажите, пожалуйста, немного о новых законодательных инициативах, с которыми работает аппарат бизнеса омбудсмена. Ну, вот, следующий. То есть, если вот, ну, вот брать в целом, что вот сегодня, например, ну, вот предприниматели по этим вопросам не обращаются, потому что, ну, в принципе, там нарушений нет, но нам здесь бизнес увидится, что все-таки ставки на налог на имущество, кадастровую оценку земли у нас все-таки, ну, великоваты. Во-первых, несколько лет ранее мы перешли, так сказать, с инвентаризационной цены имущества на кадастровую и земли, ну, и имущество в целом, в общем. И, соответственно, здесь сама база, она увеличилась. То есть, раньше мы по инвентаризационной считали, там, грубо говоря, там, здание стоит, ну, там, 10 тысяч рублей. Сейчас кадастровая, она приравняется к рыночной цене, соответственно, там, в 10-20, может, даже и в 100 раз. Есть такие примеры, там, в 150-200 раз в России выросли. И, соответственно, коэффициент подрос. Вот, а это такие налоги, которые, они не от деятельности предпринимателя, они не от финансового результата. То есть, если ты имеешь имущество, там, или земельный участок, или там, или в аренде, или так, то есть, ты независимо, ты заработал миллионы, там, миллиарды, или вообще не заработал, или твоя деятельность остановилась, ну, она у тебя на балансе, то есть, ты за нее так или иначе платишь. Вот, поэтому здесь не достигну финансового результата желаемый предприниматель стабильно, статично платит этот налог. Вот здесь, мне кажется, можно поработать. Наверняка знаете, как сделать так, чтобы бизнес процветал. Что бы вы пожелали бы тем предпринимателям, которые хотят начать свое дело, или же уже работают в этом направлении, но у них немножко пока дела не ладятся, так скажем. В экономическом, так сказать, направлении работаю, ну, 16 лет. Вот, бизнес активно мой развивался до тех пор, пока я стал чиновником, вышел из бизнеса. Мое дело процветает, я во многих направлениях работаю. Вот, и, соответственно, здесь все движется нормально. Те, которые люди сегодня пришли в бизнес, те, которые хотят этим заняться, то есть, ну, пожелание только одно, не бойтесь, ничего не бойтесь. То есть, ну, практика показывает, что страхи все до. Вот, к нам, кстати, предприниматели приходят, ну, не предприниматели еще, которые либо только зарегистрировались. Мы оказываем такие услуги, как выбор системы налогообложения. Вот, то есть, смотрим, какую советуем, ну, с чего начать там, как двигаться, то есть, и так далее. Вот, информационные услуги такие мы вот оказываем на безвозмездной основе. Вот, только идти на риск, двигаться вперед с позитивными мыслями и, соответственно, заниматься бизнесом. Потому что страхи, они проходят, и остается потом бизнес, ценность. Надо понимать, что это их ценность, и никуда она от них не денется. То есть, риск не справится, он, ну, минимальный. Сегодня мы видим, что государство, инструменты, по крайней мере, хотя бы информационные вещи, они в плане развития работают. Поэтому небольшой капитал, риск, усилия. Конечно, это трудолюбие обязательно надо, потому что ленивых там нету, просто ленивые не выживают. Вот, потому что... А там это дело все затягивает, и, соответственно, появляется новая информация, новая компетенция. Вот, ты погружаешься в этот мир, и никогда потом не... Я вот сожалеющих не видел, чтобы человек вначале сомневался, а потом там сожалел. Желаю вам в вашей работе нестандартных решений, защите законопроектов и их последующей реализации в жизни, так же как фундамент будущего развития экономики нашей страны, и в данном случае развития экономики, успешного развития экономики нашего региона. Спасибо. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Спасибо.